Справоздача керавника в области на сессии областного совета депутатов отбывается раз в год и неизменно выкликая повышенный интерес. По особенности, это усебаковый объективный анализ ситуации в господарчем комплексе. Промысловость, сельская господарка, социальная политика закрыты к темам подчас справоздачи не иснуе. По великим рахунку, это не только справоздача, сделанная за прошлый год, но и в значении той экономической платформы, на которой в дальнейшем будет развиваться господарчий комплекс. Минулый год был не простым по широку причин, но и больше важно доведаться, как оценивает ситуацию керавника региона. Причем, ознайомиться за его думками, у Гомель приехали не только депутаты областного совета. Члены обысполкома, руководители структурных подразделений обысполкома, председатели районных советов депутатов, а также сельских советов. Народный господарший комплекс региона спрацовал стабильно. Гэтый вывод сочиня облаканкама подмасовывая конкретными прикладами. Темп промысловой вытворчести перевысил среднереспубликанский. 60% вырубленного поставляется на экспорт. Сирот партнеров, предприемства и организации больше кста краин света. При этом летость продукцию у першыню поставили у такие краины, как Доминиканская республика, Камбоджа, Кувейд и Судан. Гэта тым больше важно, что пошук новых рынков для экономики Гомельской области селита сирот приоритетных задач. Могчимость для этого есть. Гомельская область по-прежнему является индустриальным лидером в республике. За прошлый год мы произвели промышленной продукции на 9,5 миллиардов долларов США. За пять последних лет на сумму более 60 миллиардов долларов. Это лучший результат в стране. Свой уклад в экономику уносит и приватный сектор. Летость поступления в бюджет от деятельности предприемника перевысили 4 триллиона рублей. И в сравнении с передним годом увеличились больше 5%. Неглядя на складанные климатичные умовы, добрые выники в минулом году досягнуты и в агропромысловом комплексе. Наибольшим значимым с пять года потерпели посевы Городины, но собранного хотела не только обеспечить жахаров в области и всем необходимым до наступного урожаю, но и реализовать частку выращенного на экспорт. На каждого из нас в год производится 100 килограмм мяса, 380 яиц, 690 литров молока, 660 килограмм картофеля. По последнему показателю Беларусь на первой позиции в мире. По выразе у Владимира Дворника, сегодня мы живем у час экономичного патриотизма. Чем больше сродку будет зарублено у реальном секторе экономики, тем больше их можно будет накеровать у социальную сферу. Створение новых працонных мест, открытие импорта замещальных вытворчеств, скорочение затрат при одночасовом повеличении объема вырубляемой продукции, комплексное выращение этих задач дозволить реализовать головную задачу, повысить якось життя населенства.